Всем добра и здравия, дорогие друзья, с вами Ктархонт, ну и пришла пора для второй серии Большой Орды. Будем восстанавливать Золотую Орду и ближе-ближе-ближе всё к этому делу. Так, если посмотреть, мы почти девятое место занимаем, но это ещё не топчик, нам не хватает развития, ведь же я нагар здесь, конечно, себя чувствует намного приятнее. Ну ладно, развитие, может быть, прилетит к нам. Я думал здесь ограбить вот эти вот провки, но потом понял, что... Не вариант. Совершенно, никакой. Здесь можем получить территорию, конечно, и немножко ресурсиков, но, опять же, не особо большой вариант. Ой, самое приятное, что можем ограбить и разорить, это вот эту вот провку. Но мнение о нас упадёт, да и территория как бы потеряет смысл. Здесь другая страна, всё равно особо дохода отсюда не имеем, здесь всего-навсего меха, которые, кстати, потом могут чуть подороже стать, а вот морские снасти какие-нибудь. Ладно, давайте. Что поделать? Что поделать? Скот, морские снасти, всё это дело. Ну давай даже тебя. Так вот. Немножко успокоим, да? Окей, всё. Немножко подкопил очков. Дабы нам было на что национализировать. А я, в общем-то, национализацию-то начал? Да, начал. Правда, как-то я... Подожди, а какие территории ещё национализировать-то начал? То есть я начал национализировать Орду. Ага. А мог взяться за вот эту территорию. Окей. Просто если это, то это четыре. Здесь мы можем за большее количество. Тоже за троечку. Ну ладно, не так уж и много на самом деле. Хорошо. Так, теперь у нас главный противник. У кого там у Османов противники? Польша, Австрия, Мамлюки. Польша. Где-то тут наша Польша. О, Австрия тоже есть. Австрия. Ну, Австрия нам уже не нужна, поэтому кару давай сюда. Всё. И с Османами отношения улучшать. Нормас. Враг врага есть. Так, улучшение отношений. Погнали. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть того сего. Самое главное наше проблемное от отсутствия рекрутов. Ну, как вам сказать главное? Это наша очень такая неприятная проблема. Сейчас будем от этого реально страдать, но сделать я ничего не могу. Что есть у нас, то есть. Насколько там, конечно, немножко теряют рекрутов. Казанские сепары, конечно, заставляют её понервничать. Но не так, чтобы прям уж совсем... О, кстати, скоро военный союз будет. Отлично. Нам бы ещё войск побольше. Было бы вообще... О, всё. Окей. Бамс. Военный союз с Османами, и это уже успех. Так. Не, ну это реальный успех. Это очень повезло. Так, мы не можем до 65-го, да, такого попросить. Жалко. Нам бы войска не помешали. Так, ну ладно. Пока ничего не поделаем. Так, по вассалам только Казань, да, готова восстать. Протом Казань готова восстать очень сильная. Даже если отношения улучшат, то это мало что решит. В частности, доверие у нас никак не подрастёт. Ну, никак. Это уж понятное дело. Да, подожди. Черкесия. Доверие, кстати, хорошее. Можем Черкесии схватить Эмеретью, но Эмеретья здесь, видите ли, проблема с Московией засоверенчилась. Да-да-да, такая, знаете ли, проблема небольшая. То, что здесь вдруг союзник московский обнаружился. Так, незначая, знаете ли, вдруг, ну, союзник. Против которой я сделать ничего не могу. Я могу, кстати... А, нет, я же не могу поддержать. Хотел поддержать этих вот повстанцев, повстанцев. Так, эффективность торговли. Да-да-да, серьезно. Армия-то в Москве очень сильная. Я бы даже сказал, очень-очень. Так. Так, по рекруту вообще все хреново. Давай слияние тогда. Больше у нас вариантов нету. У нас очень много еще по экономике уходит на скоренение коррупции. Но нам от нее надо как-то избавляться. Так, а по территории мы можем Аку, Рязань взять. Ака самый бессмысленный регион, который мы можем взять, конечно же. Вообще бессмысленный. Вот было бы еще никуда не шло. Но тут опять же развитие всего шесть. То есть тоже много от него не получим. Правителя нашего тоже не убить. Он-то хороший. Убьем его сплоченность минус 20. Так что не вариант. Так, с османами нормалось все. У нас новая теха на военочку. Отлично. Главное по военочке сейчас не отставать нам сильно. Чтоб все было хорошо. Так, османы. Вам можно, кстати, дать пред... А, у нас есть. Мы уже дали. Кидать просто попросим проход войск. Все. Понемножку отношения так улучшать. Так, здесь проблемы более-менее ужались. Единственная проблема в том, что отношения-то наши должны быть 200. А это не подчинили нас. Агрессивное расширение. Воевал против нас. Соседняя религия другая. То есть здесь еще долго до этого. Так, здесь войны союз. Биях пас. Можем повоевать. Чего? Принудить к Дане? Неплохо. Неплохо. Мне, конечно, обидится. Биях пас. Это вот это вот, да? А, вот, рядышком с ними. Война, конечно, сейчас была бы неплохой. Здесь пограбить как раз можно было бы эти земли, а потом выделить вассалам. Либо же просто скормить и продать Черкесии. Что тоже как вариант. Потом эти разоренные профики отдать. Пойдем, наверное, сделаем. На другой стране тут восстание готовится. А что я боюсь за эти территории? Они мне все равно никакого пользы чисто не несут. Доходы копеечные. Смысла от них нету. Поэтому зачем я их вообще содержу на полную, я не понимаю. Мне можно вообще на них забить и все. Собственно, давайте это и сделаем. Ну а что мне? От этих провок доход идет копеечный. Ждать, пока от них хоть что-то начнется, тоже смысла нет. Все. Мы рады вас видеть. Базовая призвать смигрующей пустойки. Хороший. Ну вот, все нормально. У нас остались только вот эти вот адойские сепары и все. Нормально. Прям самое, что у меня есть, классное сделали. Так, национализация. Идет дальше. Газику, мух. Это, конечно, не очень удобные места, но... Так, подожди. Османская империя воюет с Крым. С Жандаром и Крым. Ух. Крым, ты что? Какой неаккуратный. Так, с нами перемирие в 60-м. То есть, нам еще достаточно долго до этого момента сидеть. Ну да. Поэтому ждать не будем. 16. Религия. У нас религия 88. Это, конечно, не очень хочется, но... Погнали. Так, что там по противникам сразу? 8000, между прочим. Опа-на. Так, пропустил слегка. Я не могу сюда войти. Мне будто эти 3000 сейчас согреть на себя, было бы классно. Согритесь, пожалуйста. Молодцы. Ну-ка. Я позже, да, приду? Обидно. Очень обидно. Очень-очень. Минус 2, конечно, вообще. Дичь какая-то. Ну ладно. Эта дичь случилась. Ожидаем. Здесь неаккуратная игра, эта дичь случилась. Сейчас самое плохое, что может быть, это случится, то, что он сюда просто тупо нападет. Ну, потому что ему логично сюда напасть. Хотя я могу сейчас подождить. Да, тысяча же есть. А он там кого-нибудь нанимает вообще? Нет, он там никого не нанимает. Поэтому смысла в этом тоже нету, да? Окей. Сейчас дождись, пока еще падет, кстати, эта территория. Потому что нам будет его очень долго падать. А эту нам не пропускают, да, Тверь? Погоди, а Тверь-то где вообще? Тверь! Где твоя армия? Здесь с нами воюет Черкесия. А Тверь что решил? Ну, что эта война ее не касается. Окей. Логичная. Феодора объявил войну Крыму. Как завоевание. Удачи. Феодора против Крыма. Логика железная. У нас здесь всего 13 тысяч, кстати. И мы очень быстро таем. О, хороший. Так-с. Давай-ка сюда отправим. Вот это вот кое-как держащуюся пехотку. Захватим эту территорию. А вот уже лучше. Там проходы войск от нас просят. Давайте дадим. И Европы, кстати, до сих пор особо это не вижу. Поэтому очень странные просьбы чего-то отдать. Ну, что есть. Так, здесь мы в горах, да, будем? Нет, мы здесь будем, к сожалению, не в горах. На засушливых степях. Еще и без рекрутов. Так, ну начинается Феодора наглеец. Черкесия наглеец. Что это такое-то? Ну-ка, успокоились. Успокоились, успокоились. Сейчас мнение, как поднимется, станет все лучше. Просто армия подлетела в минус и все. Так, все, нормализовали это дело. Стоимость дипонексии минуса. Ничего бы найти, где столько денег, на них раздобыть бы. Так, 9-х расширения сейчас уймем. Тоже взяли. Ну и можно, наверное, мириться, да? Так, с тобой все готово. С Твери у нас что? С Твери у нас 43. Ну, на грани, знаешь ли. Прям на грани, на грани. Прям с чуть чего и все. А, он даже готов полностью попилиться, но в Калицию против нас в таком случае Газику Муху хочет войти. Но Газику Муху при таком раскладе не остается, поэтому эти очень странные действия, что он хочет вообще войти против нас в Калицию. Мы выйдем сюда и получим возможность с Карой, да, уже взаимодействовать активно. Окей. С османами все хорошо, агрессивка, конечно, есть, но что поделать. Можно, да, было еще и сюда выйти, азербайджанскую эту взять. Кстати, можем подождать чуть-чуть. Но можем не подождать, фанатики шиита настали. На территории было бы классно, конечно, забрать тоже. Ну, смотри, я сейчас сагрюсь на фанатиков шиитов, которые в Дагестане, то мне потом разбираться с этим как-то. Мда, весело. Ладно, берем так. 110 монет. О, нормас. С моими же повстанцами борются. Сейчас минусом нападу, конечно же. Ну, благо, хоть разбираемся. Стараемся. А тут есть крепость, поэтому я могу не париться, да, на этот счет? Да. На этот счет я могу не париться, и я могу еще лучше поделать. Не, конечно, это... Меня кто-то держал, как бы приближает. А, не, не приближает. Тогда фигня. Тогда могу здесь погадить. Культура все равно не принятая, поэтому... Грабеж. Дело такое. Приятное. Приносящее свои плоды. Черкесия. Черкесия, давай мы тебя дадим... Да. Подарить провинцию. Кнудзе. Уменьшится желание свободы. Окей. Держи. Нам чуть попроще. Тебе, наверное, все равно на это. А тебе все равно. Нам попроще, а тебе все равно. Так, ну и остается нам просто тупо все занационализировать. Да, так получается. Собственно, да. Но 25 не хватает. Скоро подсобираем. Так, начинается у нас атака. Ну, да. Повстанцы здесь ничего не смогли сделать. Хотя выбили наших почти 3000. Неприятненько. Так. Поднимаем беспорядки. Поднимаем беспорядки. Поднимаем. В горах, конечно, встречать кого-то будет очень неудобно. А я могу, по сути, сразу... Кейнли сразу же в союзники взяли. Ну да. В будущем я даже не смогу сюда засмотреться. Так. Теперь нам надо дождаться. И понадеяться, что наша армия... О, намас. Наша армия восстановится. С Феодора перемирие к концу подошло. Но Феодора сейчас вылетит однозначно из-под нашего этого. Он типа такой, ты чё, я под тобой буду находиться. Нет, это неинтересно. Я почти в этом уверен. Давай армию соберём, что ли. В один кулак. И у нас доступно уже в скором времени... Да, в скором времени будет доступно. Либо доход от налогов, либо число рекордов. Число рекордов, наверное. Чтоб потом нам с вами пустые слова взять. Ну, содержание армии минус. Думаю, это логичное решение. Так, всё. Благодарами армии немножко нормализовали доходы и отходы. Крепости, кстати, так и оставил. Что бьёт очень сильно по экономике, да? 7,7 содержание армии. Вообще мелочь. При нашем-то доходе, да? Размер военных традиций. Ладно. Кланы зато у нас стоимость кавалярии уменьшат. 0,7. О. Мне хоть что-то платят. Грузия сформировалась. Москва и Трапезон. А, у нас 2,13. Вот в чём дело всё. Не, ну тогда-то понятно. А ты чё хочешь, воюшь с Крым? Военный союзник. Ага. Давай тогда пропустим. Не, ну типа они вместе воюют, поэтому почему бы не пропустить. Так, узбеки. С вами отношения явно подпортились. С этим делом вообще бессмысленно что-то делать. Мнение, конечно, подросло. Дипрепутация тоже. Дипрепутация выше. Исторический соперник. Соотношения. Отточенный долгий, орда, злобный. Такое прям. Ну такое прям. Ну прям на грани. Ну прям очень на грани. Реально. Давай лучников возьмём. А мы можем же сейчас, по сути, экономику сбагрить. Вот так вот содержание. А, рязанские сепары. Погодь. Погодь, погодь, погодь. Здесь прямо рязанские сепары активизировались. Восстанут, как сейчас. Будет бобо. Будет очень неприятно. Управление автономным подавлением повстанцев. Дагестан. Дагестан. А почему только Дагестан? Здесь на мне, пожалуйста. Так. А, у нас же даже этого содержат. Пока нет содержания, никакой давки, естественно, не будут. Логично. Годи. Так, 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 так. О, максимально беспорядки минус 0. Ну. А, это в каком регионе встаю тут? Москва опять, Новгород по КД пилить пошла. Там же логично, там же все устроено. В каком я регионе встаю, в таком и ворочу. Так что погнали туда. Успокоим сейчас Рязань, чтобы нам потом не было повстанцев. Не хочу я там с ними возиться, честно говоря. Ну, Крым что-то там начал. Что, серьезно? Феодора не... О, Феодор, Феодор. Все, нормас? Ну да. Отлично. Шерванские сепары потом туда полетят. Так, с Феодоро все, нормас, с этим все, нормас. Давай еще двоечку. Мне даже немножко жалко. Мне даже немножко жалко Феодора, который вроде как... А, и Трапезунт вообще захватывает. То есть они обмениваются дружелюбием, да? О, Тимурида смогли. Ммм, они смогли здесь аджам забрать, смогли удержаться. Даже всех... Ну да-да-да, неожиданно. Вот когда ты не ожидаешь от своих противников, они что-то да умудряются. Это, конечно, очень весело за таким наблюдать. Так, ну мы берем с вами доход от налогов. Нет, что... Доход от налогов 5% это вообще нам мало да с чего. А вот число рекрута все-таки нам не помешает. Да. Итого у нас 255. Ну такое себе, конечно, тоже. Тоже такое себе надо осознавать. Ну ладно. Потом возьмем за то себе, что мы возьмем себе правильном содержании. Органи минус 20. Тут уже будет интереснее. Потом число владений можем. Либо стоимость стабильности, стоимость национализации. Тут даже подумаю, что нам интереснее. Владение, наверное, будет интереснее. Но пока сложно что-то одно сказать. Так, с ними у нас перемирие до 67-го. Тогда можно, знаешь, что делать? Собрекать претензию. Тут отношение с чагатой. О, тоже можно. Собрекать претензию. У нас перемирие с ним все равно длительное, да? Вот, нормально. Поехали сюда. О, наш наследник, который умер. Хм. Вроде бы это грустно, а с другой стороны пофиг. Ну, давайте не биться на моей территории в таком большом количестве. Ладно, у меня не хватает этого. Снабженьки. Снабженьки не хватает. Так, у нас по деньгам минус 1 на 4. Ну, это задержание армии, понятное дело. Задержание владения требует еще. Сейчас еще национализация пройдет. Искатели приключений появятся. О, адмирал. Ничего, что адмирал, как бы не очень имеет смысл. Киев. Давай из Киева мы отправим сюда. Получать прибыль из Киева. Посмотрим, что он тут будет. Ну, классно. Еще меньше. Скорбящий 7. Ладно, рекрутов получили. Рекруты убрали. Обменчик. Почему бы нет? Обмен он такой. Быстрый. Так. Что у нас здесь есть? Ничего нету. Ну, живем. Пока здесь ничего такого важного предложить не могу. На Москву, естественно, выйти не вариант. На Литву тоже. Национализация. Экономика, кстати, попроще. Да, да. Обильный урожай. Нам привезет на обильное урожае. Я так посмотрю. Единственное, на что нам не везет, так это на институты. Которые оооочень медленно идут. Он еще даже его, наверное, тоже не внедрил. Когда вот внедрит, тогда можем запросить. Так, с Мазовией минус. Да, нам на Мазовию вообще пофиг. До нее, знаете ли, далеко, как-то не знаю кого. А кто в Москве противников? Большая Орда, Франция, Польшу. Можно было бы с Польшей, конечно, по отношению это поднабрать. Но все из соперников все-таки решают. Польская Балтика. Ооо, Польша куда залетела. Но вообще Московия, да, съела только что одну страну. И теперь будет смотреть на нас, как на предполагаемую цель будущей компании. У нас опять военка доступна. Давайте возьмем. Что военте? Хотя бы по военке мы не отстаем, это уже приятно. Да, 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 сейчас начнется. Там претензии, здесь претензии. Так, тут что самое дорогое? Это столица. На гайцах нужны претензии, а мистики сказать легализм. Хотя с другой стороны можно было бы тупо двигаться сюда и число рекрутов иметь. Но здесь что нам? Только боевой дух, конечно, дает миссионеры. А с религией у нас не все гладко, да? Так, Крым просит проход войск. Нет. Крым, посели без прохода, окей. Черкесия распустила свои войска, но генерал у них, конечно, знатники. Не то что у нас. А, живем. Так, починить пока нет. Заполнить лимит армии? Я боюсь... 31 это немножко многовато. Очень чуть-чуть совсем, знаете ли. Можно, конечно, плюнуть, убрать каву и сделать намного больше армии. Но распуск армии мне не дает рекрутов на данной деятельности. Как они теперь спокойно себя чувствуют. Я даже могу Казань успокоить. Опа-на. Это приятно. Исторический соперник, конечно, действует до сих пор. Очень чуть-чуть теоретически он в скором времени должен ухудраться. Так, претензию на Крым берем. Я не знаю, куда они замерятся. Надеюсь, это когда-нибудь произойдет. А мы пока побежим в Дагестан. А, в Шарлан. В Шарлан. Причем не. У нас там два года осталось. Поэтому пока немножко подавлением позанимаемся. Подавлять. Согласиться. Вот и все. Вот и все. Никаких проблем с сепарами. Нам сейчас главное просто не разваливаться. Постепенно идти вверх и все. 314 развития. Так, 270. Нормально. Здесь у нас постепенно копится. 32. Местная автономия очень большая. Я знаю, что я немножко с этим замедлил рост. Так, нагайцы. Самая развитая шестерка, я так вижу, да? Да, шестерка, по-моему, разве. Давайте берем туда ее. И, наверное, отозваем шпионов. С Казанем бы один брак. Было бы очень классно заключить. Для этого надо очень много выбить. Реально много. Так, Рамадан. Сплоченность плюс 5. Да, конечно, ты что? Халявная сплоченность. Это всегда хорошо. У нас в беспорядке десца. Денег много не бывает. Тоже верно. И только одна Казань нас мучает. Прекратить выплату дани можем с Феодора. Вассалом, Вассалом, Вассалом. Казань, Твердь, Черкесия. Ладно, ладно, ладно. Оставим пока. Башкирия, да? 17 развития нам предлагает. 17 развития от Башкирии. Нет, не будем брать. 67-й. Ноябрь 67-го. Отозвать тоже уже максимум. Но все Вассалы распустили свои. Не, если сейчас попрошу, он обидится. Да, если сейчас что-нибудь попрошу, он сразу такой, нет. Нет, нападим липким отст... Я бы убил нашего правителя, будь на то возможность. Даже потерял бы двадцатку сплоченности, которую забил бы сразу же техами военными. Ну а чё? Вообще не вариант. С таким правителем жить. Всё, 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 всё. Погнали, погнали, погнали. Биться, кстати. Да, 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 да. Хватит подавлением заниматься. Мне надо Крым забирать. У меня, кстати, есть ещё возможность попретензивочить. А с кем союз? С Караманом. Караман далеко. Фигня. Так, девять, девять, восемь. Ну и давай на девяточку. Восьмёра не так важна. Хотя крепость включена? Да, включена. Ну ладно. Туда пополам. Девятку оставляем здесь. Десятку я веду сразу же сюда. Наверное, мы ещё одну тысячу. Так вот. Чтобы у нас была более быстрая военная кампания. Так, торговое влияние. Фиктивно. Да, торговое влияние получаем. И нужен советник. Так, с Крымом перемирие подошло к концу. Объявляем войну. Завоевание. Завоевание у нас 100-100-100. Применная вражда 75-100-100-100. И берём мы, наверное, за Мансур. Так. С Мана нет, Узбеки нет. Зато все остальные дамы. На осаду есть спец? На осаду нет спеца. Поэтому оставляем тебя, чтобы у нас умер наконец-таки. А сюда генерала ведём. Так, вот сюда тебя ставим. Так, там Ливонск Мордина война объявлена. Я здесь каких-то проблем я не вижу. Так, 87 тысяч даже будет. Против 7 тысяч, я думаю, мы поём без проблем. Ну всё, военная кампания против Крыма выиграна. Сейчас надо будет ещё попытаться как-то Генуя тут поотжимать. Правда, православные фанатики, а не наши. Поэтому какой-то смысла, я думаю, не получу, да, от них. Погоди, а ты воюешь с Кипром и Грузией? Ну чё, что они в связи с Москвой? Москва поддерживает. Ха. Он через трап напал. Через трапезунт напал. Молодец. Осман-то даёт знать. Так, игра с судами. Легализм, мистицизм. Легализм. Окей. Можно было, конечно, бякнуть и сделать. А, нет, нельзя было. У нас всё равно не под максимум. Ладно, зато стоимость технологии минус. Нет, самое, конечно, неприятное, что у нас так и не сдох этот. Как его? Как его называют? Наш правитель, который на осаде. Так, время нужды. Так, нам нужна помощь из режима управления. Генералы, рекруты. А, ну давай попросим управления стороной помощи. Они вряд ли откажутся. Так, приспекривенный купец, рука помощи. Да, 25 админочки халявный. Хорош. Это, конечно, не особо большой бонус, чтобы прям так ва-ва-ва-ва-ва-ва и говорить. Но вполне себе жить можно. Так, я бы хотел ещё здесь. О, 6-2-2. Идеально. Конечно, нет. Не идеально. 3-1-3 был бы интереснее в плане того, что я мог бы выжить больше от него. Ну ладно, уже поздно. О чём-то таком говорить. Да, 4-1-5 наследничек. Наследник уже получше. Боевый дух минус пять. Почему я не уверяю, что нам дали трусы? Какого-то... Да, самое то. Самое вовремя. Какому-то трусу вставать у престола. Предположиться на двух континентах есть. Феодальное общество далековато. Большой город тоже далековато. Ну, короче, ничего такого нет. Так, ладно. Войну нам надо завершать. Единственное, что... А я и не заметил, что нас здесь отбирают. Я что-то забыл, что мы с карманом ещё вывем. Я такой думаю, ну всё. Ну всё сейчас такие, типа... То есть налегке такие отлетим отсюда. Так, шотнули эту армию. А куда он бежит? Сюда, наверное, куда-нибудь. Горы поотбирал мои, вот зараза такой. А мне теперь страдает, да? Я к нему бежать в гости вообще не хочу, честно сказать. Вот вообще ни капельки. Мне у себя в стране хорошо живётся. Так, карта религии. Что нам там показывает? О чём? Базовое значение. А мы же взяли, нет? А, эффективно скачание эритиков только. Ага, эритики-то это эритики. Здесь нам это не поможет. Здесь надо нечто большее. Идти к нему в столицу. Боевать против армии. Блин. Что такое себе? Я не особо жажду желанием, конечно, так вот. Ну ясно. А, чё ты живёт? У меня же есть ещё один генерал. Я думаю, у тебя будет немножко удивительно увидеть меня здесь. Прикинь, сейчас взять и забрать эти земли. Взять такой и забирай его земли. И осман такой, чё ты творишь под моим носом? Я такой, ну, прости, друг мой. Ничего личного. А как он знает, что я решил туда, а потом туда уйти? Отхитряться. Чуть-чуть попилим. Не, ну а чё? Жизнь такая тяжёлая штука, что надо... Он, ясно. Ты не согласен на мир, нет? Нет, 5% это не твоё, да? А чё, что твоё страну осадили? М? Друг мой. Началось. Ковровая осада. А, нет, ушёл. Молодец. Даже похвалить могу, прикиньте. Ну всё, карман уже готов на средний этот. Не, можно, конечно, что-нибудь было бы забрать у осман, но османы владеют же этими территориями. Да, они считают их своими, это как бы немножко обидно будет. Они нас кинут потом просто за это дело, я не очень хочу кидаться. И терять осман. Исключительный брак, кстати. Так, с тобой можно уже всё прекращать. Отозвать шпионов. Чё у нас там? Как дорого-то у нас. Тут тоже можно прекращать, прекращать, улучшать отношения. Так, воюем вместе. Агрессивка, они подчинили. На скором времени, кстати, мы сможем начать присоединять вассалов, что есть хорошо. Не, что реально хорошо, на самом деле. Не знаю, от карамана, разве что выпута репараций бы взял, но и то такое. Ага, вот он куда. И куда ты бежишь? Ясно. Но я же сюда бегу, чё ты? Ну, да. Я молчу просто. Он очень надоедает этими беготнями туда-сюда. Но он просто туда-сюда, в ту сторону, в эту сторону. Так, кланы получают лояльность. А по технологиям я сильно отстаю? Нет, я могу немножко, наверное, укрепить разочек хотя бы правительство. Он опять убегает. Ничего не меняется в этом мире. Я знаю, что я мог помочь, и мы бы уже могли крепость эту брать. Кара не может быть нашим противником. Оу, смотрите. Ха. А тут у меня физиста. Такое, да, согласен. Систан просит проходить войск. Соглашаюсь. А у тебя против союзники с кем? С Ак-Кейнли и Тимурами. О, уже интереснее. Так, ну всё. Здесь караман явно уже такой, всё, 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 хорошо, не трогаю. Ордынский Даник. Я представляю, османы такие на нас. Чё ты творишь? Я такой, не-не-не-не, вы чё, чё-чё. Я такой, оретну выделить. Потеряем, конечно... Ну да. А почему я не могу оретну здесь взять? Какой их... Ладно. Надо нам оретну выделять. Тереть, получать престижик за... Не-не-не-не-не. Я лучше пополучаю престижик. Типа, закончить вражду, закончить вражду, выплату этих, денежки. Нет? Ты не хочешь мне давать денежки? Даже так не хочешь? Ну, хорошо. Давай вот так вот. Всё? А зачем тогда с Крымом разрывать, если тут, по сути... А, ну да, с Крымом лучше, чтобы он... Османы тут немножко пободались потом. В будущем. Всё, ну, нормально. С престижа немножко подхватил. Подхватил немножко. Так, сразу же давайте врываемся в эту заварушку. Ну а чё сидеть-то? Чё ждать-то? Давайте 3-3 возьмём. Так, хорош. Здесь мы замеряемся. Получаем против коалиции Крым, Нагайцы и Москва. Собственно говоря, никакой коалиции нет. Всё. Замечательно. Можем национализироваться. Тынь-тынь-тынь. Что у нас здесь? 8-8-8. Ну ладно, потерпим. Думаю, разберёмся. Итого мы скоро крымскую экспансию сделаем. Если захватим Феодора и все прилежащие земли далее, да? Ну да. Жалко, что я не могу Даника сделать своим вассалом. Вот это, конечно, немножко не печалит. А то так бы кнопочку нажать и хоп, вассал. Было бы классно. Так, а ты кто? Ты с Мусашей союзник. С Мусасой. Ну, нам от тебя не очень удобно. Хотя мы можем попросить его стать Даником. Он бы согласился принудить Даню. Если бы мы не были в войне, да? Бьях пас. И получать от него денежки. Интересно. Интересно девки пляшут. Ну ладно, серия уже должна подходить к концу, да? Да. 34 минуты. В целом мы еще дальше расширяемся. Новая территория. Приобретаем 298 развитий, из которых... Ой, да. Нам бы сейчас с вами институт принять. А с институтом все не так гладко, да? У нас его по сути вообще нигде нет. Ну да. Но он уже пошел вот здесь вот. То есть от наших соседей вроде Гену и он идет. Так что, думаю, со временем он появится. Ладно, надеюсь, вам понравилась эта серия. Вы поддерживаете своими лайками, комментариями, предложениями и всем до скорых встреч. Не забудь поставить лайк, если тебе это видео понравилось. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok